Всю прошедшую неделю невельчане соблюдали масленичные традиции. Пекли блины и угощали ими всех друзей и знакомых. А у кого лучше блины получаются? У родителей, у бабушек? У всех, да. Ну а самое вкусное все-таки? Наверное, у бабушек, потому что у них опыт больше. Когда печешь блины, надо разговаривать и с мукой, и с молочком, и с кефирчиком, и с маслом. И когда печешь, надо, чтобы было хорошее настроение, веселое. Вот в душе, чтобы было веселье, и вообще с настроением все делает. Получается прекрасно. А завершается эта неделя воскресенье, которое обычно называют прощенным днем или проводами зимы. Традиционно этот праздник проходит на городской площади, где собирается много людей разного возраста. В этом году удачно совпало, что праздник проходил при полном отсутствии снега на земле. Да еще и солнечная погода была щедра своим вниманием, создавая радостное настроение универчан и гостей города. Очень отличное, хорошее настроение. Бедрые, веселые, теплые настроения. Замечательные. Ведущие праздничные программы задорные скоморохи не давали никому скучать. Проводили веселые игры и конкурсы. Бег в мешке, бой с подушками и перетягивание каната смотрелись забавно. В основном участвовали дети. Взрослые скромно смотрели на происходящее со стороны. Но скоморохи нашли занятие и для них. Между конкурсами разогревать публику на сцену выходили творческие вокальные и танцевальные коллективы районного дома культуры имени Невельского. Размаривать тебя, любить тебя, да полюбила за померку ясу. Специальный приз 5 килограмм конфет для участников танцевального конкурса приготовил спонсор от ярмарки Содружества, которая будет работать на городской площади до 16 марта. В ярмарке участвует продукция, произведенная в республиках Крым и Беларусь. Наша ярмарка организована под патронатом правительства Российской Федерации и администрации вашего любимого города Невельска. Нас пригласили на ярмарку в честь пятилетия соединения Крыма с Россией. Наступила пора отведать главный символ масленицы – блины. Девушки в красивых национальных костюмах прошлись по площади с коробами, угощая людей любимым традиционным лакомством. Кушайте блины, и все будет хорошо. Блины – это самый главный символ праздника масленица. И если в доме нет блинов, значит, люди не празднуют этот праздник. Масленица считается одним из самых древних праздников. И с той поры сохранился один из обрядов – сжигание чучела на масленицу. Его и сейчас используют как увеселительную забаву, провожая зиму и встречая приближение Великого Поста. Виталий Гойко, Невельские новости.